Ну что, начнём. Сегодня я хочу сделать вам обзор блогеров разных на ютубе, кого я смотрю. Меня давно уже все просили. Скажи, а кого ты смотришь? Может быть, кому-то будет это интересно. Давайте приступим. Сегодня у нас, кстати, погода дождливая. Сейчас я вам сниму пару кадров. Слава Богу, во Флориде пришли дожди, а мы снимаем... Точнее, а мы снимаем шорты и майки. И одеваем вот такие вот хоть штанишки, потому что жара во Флориде, она уже надоела. И кроме шорта здесь ничего нельзя было одеть. И я, честно, в такой погоде рада, что идёт дождь. Единственное, надо резиновые цепоги покупать. Здесь лужик по колено почти. По щиклут какой-то торчен. Сейчас пару кадров. Как я буду вам делать обзор, на кого я подписана? Я просто буду снимать с камеры на ноутбук. Вот, я уже всё приготовила. Я не готовилась к этому видео вообще промпом. Просто вам расскажу, на кого я подписана. Кратко комментарии каждому каналу. И напишите, пожалуйста, сразу, кого вы подписаны на Ютубе, кого вы смотрите. Может быть, я подчерпаю что-то новенькое. Может быть, я не знаю, в каком-то крутом блогере. Сразу скажу то, что я не люблю. Точнее, не то, что не люблю. Мне неинтересно смотреть бьюти-блогеров. Иногда смотрю тревел-блогеров. А программа Орёл и Решка, как всем она известна, наверное, я думаю, всем известна. Мне она очень нравится. Нравится монтаж их. Очень современно сняты у ребят. В принципе, очень интересно смотреть. И у каждого блогера, блогера, я не знаю, как это правильно даже называть на Ютубе, просто у каждого Ютуб-канала будет свой зритель. И, соответственно, у каждого зрителя будет свой любимый Ютуб-канал. И то же самое касается и меня. Спасибо вам огромное, что вы подписываетесь на мой канал. Мне очень приятно, потому что раньше я даже не могла бы подумать, что у меня кто-то будет подписываться, смотреть мою обычную жизнь. Конечно, когда мы были в Москве, на меня особо не подписывались. А как переехали в Америку, мы одеты. Скажите, всем доброе утро. А как переехали в Америку, подписки стали расти. Ну, это, я думаю, в связи с тем, что интересно, как эмигрировать, как остаться в США. Потому что в США сложно легально эмигрировать. Остаться либо нужно очень много денег, либо выиграть грим-карту. Но это надо быть счастливчиком и, наверное, словить свою удачу, судьбу тоже. В нашем случае мы идем через тернистый и геморройный путь. Иногда я даже жалею об этом, иногда я не жалею. Но сейчас не об этом. Давайте поговорим лучше о YouTube-каналах. Кстати, то, когда начал смотреть YouTube. Я на YouTube подсела где-то год назад. Как раз, когда я стала делать свой канал, по созданию своего канала, я смотрела где-то месяца 2-3 уже YouTube. Телевизор мы вообще не смотрели в России. В России, потому что показывали шутки, пропаганду. Очень мне не нравится эта пропаганда, то, что творится, показывается по российским каналам. То, что в России самая крутая страна, а все остальные страны, у них творится трэш полный. Хотя у нас в России тоже этого трэша хватает, но его почему-то не показывают. Из-за этого мы перестали смотреть российский канал. Только иногда там смотрим. Я говорю, в пятницу, наверное, какие-то такие каналы смотрели. Но сейчас не о телевизоре, а о YouTube, который можно смотреть теперь в любой точке мира. Так, мне кажется, я как-то кособоко сидела. Где мои подписки? Буду вам снимать уже не свою мосику. Я надеюсь, вам все видно вот так вот. И меня хорошо слышно. Итак, начнем. Александр Тихомиров. Он был с Мари Шум. И вот я их смотрела с того момента, когда они путешествовали с ребенком, потому что очень было интересно, классно. А потом они расстались с Мари, и уже не очень стало интересно. Просто иногда смотрю его. Из-за того, что красивые есть кадры, но там тема всяких титик и попок. Мне это не нравится. Такие видео я особо не смотрю. Я иногда включаю, но либо перематываю, либо вообще не смотрю. Дальше. Кейси. Прикольный вообще. Он очень классно снимает, разные обзоры делает. В принципе, ролики у него все короткие. Это то, что для меня как раз подходит. Я не могу уделять много времени на просмотр видео. По полчаса, по часу. У него частая смена кадров. И очень качество классное. И английский. Соответственно, учу тоже вместе с ним. Потому что у него очень хорошая речь. У некоторых американцев иногда не поймешь, как будто жвачку зажуют. Чили Хаус Мьюзик. Музыка здесь. Я ее вообще что-то не слушаю и даже не схожу на этот канал в последнее время. Идем дальше. Додо Влог. Вот его я всегда смотрю. Это у нас из группы имя... Подождите, подождите. Какая группа-то у нее даже забыла. Песня у них такая-то заразная. И вот она стала делать свои влоги. Ну, интересно. У нее влоги мне нравятся. Сейчас такие яркие. Дальше идем. Джанни Деллеру. Тоже американка. Английский учу вместе с ней. И видео тоже у нее очень прикольные, красивые. Красивые кадры. То есть я ее речь американскую понимаю. Кстати, всем советую... Если кто хочет выучить английский, я потом сниму отдельно еще видео про это. Просто учить английский через ютуберов, которые снимают видео на американском языке. Линдси Стервин. У нее музыка. Она играет на скрипке. Это просто unbelievable, ребят. Она творит чудеса. Очень мне понравилось. Когда я увидела, сразу же подписалась. И периодически я ее слушаю. Дальше. Лиза Коши. Американская девчонка. У нее вот такие коротенькие тоже ролики. Смешные, прикольные, юмористические. Также учу английский. Слушаю ее. И прикольно. Мне нравится. Дальше. Я надеюсь, вам все видны надписи. Вот, кстати, Мэри Шум теперь у нас. Она стала вести свой отдельный ютуб-канал. Видео у нее сейчас, я понимаю, не она монтирует, но смонтированы они очень круто. Красивые пейзажи, кадры. Сынок клевый. И вообще, девчонка молодец. Хорошо держит себя в форме. Так, дальше. No copyright sounds. Это у нас музыка, где я скачаю ее и вставляю свои видео. Кстати, вот эта новенькая. 4 часа назад вышла. Поэтому надо ее скачать и надо будет вставить свое видео этому музыку. Вот, эта девчонка. Я недавно на нее подписалась. Она модель Victoria's Secret. Снимает на GC-миксской камере, которой я мечтаю. Очень хочется эту камеру. Ну, интересно, в общем. Тоже, опять же, учу американский язык вместе с ней. У нее он очень понятный. Дальше. Ну, конечно же, Simple Life. Это мой муж, который я не только его наблюдаю на YouTube-канале, но и в реальной жизни. Дальше. Америка Анна. Когда я иногда включаю видео, могу перемотать, могу не перемотать, могу посмотреть. Вот, как бы вот так вот. А, вот еще девчонка тоже прикольная. Маша Лист. Маша, Маша Лист. В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке живет. То есть, туда-сюда мотается. У нее видео очень прикольные. Мне нравится, как она монтирует их. Как живет молодая девчонка в Америке. Соня Есман. Это ее русский старый канал. Она его, так понимаю, забросила, потому что последнее видео было год назад аж. И сейчас у нее есть американский канал, но который я не смотрю, потому что он мне почему-то не нравится. Не потому что он американский, она говорит по-американски, а просто другая история уже, какой-то другой контент. Мне не очень нравится. И поэтому все так произошло. Знаете, сейчас на улице дождик идет, солнца нет, а влажность все равно. Ты можешь спокойно в шортах сейчас выйти, ботиком пойти. Потому что с вами теплый, дождь теплый. Все равно не оденешься, знаете, как осень. А я, если честно, уже соскучилась. Погнали, соседи идут. Поближе, а то дожди капают, я боюсь. Боюсь, вдруг меня не слышно будет. Но, надеюсь, будет слышно. Теперь я хотела бы вам показать ютуберов, которых я всегда смотрю и не перемотываю видео. Давайте начнем. Но на них я не подписана. Не знаю, почему. Что это за люди такие? Люди. Здравствуйте. Я сейчас в шоке. Я, походу, ничего не сняла. То, что я снимала, почему так? Я думаю, что у меня еще камера нагрелась, она просто была включена. Давайте заново. Кого я смотрю без подписки, но всегда смотрю, значит, это поляк из Союза. Витя. Они с женой выиграли грин-карту. Сейчас живут в Нью-Йорке. Прикольный у них канал. Ребята простые, юморные. Дальше. Это дурацкий кондиционер старый здесь заорал. Блок токстика. Такой вот блок токстика, что иногда смотрю тоже, когда короткие видео не перематываю. Ребята тоже выиграли грин-карту, живут вроде бы в Ванкувере. Тоже простые. Посмотреть можно. С тем советую, кто их не знает, посмотрите. Может быть, вам понравится. Мой любимый канал по монтажу, по контенту. Это дневник хача. Единственный минус. То, что мне там не нравится, это присутствие мата. Полохтитик, питик и всяких таких. Не нравится, но мне нравится контент и монтаж. Видео я просто балдею. Когда есть идеи, когда снимают круто, мне это нравится. И мы с мужем всегда смотрим его канал. Не перематываем обычно. Вчера или позавчера сидела, что-то там нашло. У меня выдал канал какой-то в тренде. Парень, значит, Сергей. Он живет в Японии уже 8 лет. Он приехал в Россию, в Московскую область. И, в принципе, интересный канал. Он классно снимает, говорит хорошо. Давайте я быстро вам покажу его. Я смотрела всего лишь пару видео. Привыкаю к Москве, например. Канал его, вот он, называется Сергей Куваев. Ее зовут Мария Новосад. Я ее смотрю всегда почти. Единственное, я не смотрю, где обзоры косметики, одежды. Я это не люблю, потому что очень много тратится на это времени. И, в принципе, я считаю, каждый человек самым индивидуальным может подобрать себе свою косметику. Просто пойти в магазин, взять себе пробник и посмотреть, что вам подойдет. Что нет. Просто у меня нет времени даже это смотреть. Поэтому я смотрю, вот просто ее видео, например, Москва, дневник. Мне нравится ее стиль, монтаж нравится, качество видео нравится. Причем она снимала на G7X тоже, а сейчас на другую какую-то камеру большую уже. Она путешествует везде, прикольно. И еще смотрела, кстати, Мария. Какая чудная. Вот она. Тоже начинала ее смотреть год назад. Часто смотрела. Сейчас просто нет времени, потому что видео у нее очень такие по 15, по 20 минут. 700 тысяч подписчиков уже у нее. Молодец она. Они живут в Финляндии. Трое детей у них. Вставая жизнь. Будние дни мамы, можно сказать так. Мария Сдей. Хоть мне и 30 лет, но иногда я их смотрю, ребята. Это Соколовский и Дакота. У них недавно вышел свой канал. Творческие люди интересны мне всегда. И поэтому мне интересно смотреть их видео, монтаж. Ну, такой, знаете, разнообразный. Я люблю нудятство. Вот честно вам скажу, когда люди сидят долго, о чем-то, умеют, обеседуют. Я люблю, когда смена кадров идет постоянная. Когда это все быстро происходит. Я не люблю, когда все на одном месте. Это скучно для меня, очень скучно. Я никого не сужу, просто это мое видение. Смотрю, ребята, конечно же... USA Day. Ой, украина писала я. Ребятки из Тампа USA Day. У них вот три дня назад было новое видео. Так, у ребят разговорное видео, честно скажу, я иногда смотрю. Иногда я не смотрю, потому что у меня нет времени. Я думаю, наверное, все. Завершим с вами на этом. Главное дело, находите вдохновение. Делайте тоже свои каналы, если вам интересно. Спасибо всем за комментарии. Спасибо за подписку. Увидимся уже во влогах, в американских влогах жизни эмигрантов. Бу! А вот и мы. И сегодня у нас 29 сентября. Всем пока. Пошли, пошли, пошли. Лешка уже сейчас будет просыпаться. Надо идти будить. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok